Ребята, в этом видео будет кое-что очень интересное. Приятного просмотра. И не забудьте, пожалуйста, про лайк. Друзья, помните, в прошлом ролике я разыгрывал Флебкнайф Драгонглаз? Под тем роликом уже 70 тысяч комментариев. Вы невероятно быстрые. Ссылочка на тот ролик с конкурсом будет в описании. А победителя я определю в сообществе у себя на ютубе. То есть у меня на канале есть сообщество. И там выйдет пост о том, кто выиграл мой нож Флебкнайф. Ну а в этом ролике еще один конкурс. На юмп статтрек Вайт Карбон. Вот он наш прекрасный юмпик. Нужно всего лишь написать комментарий из 4 слов, плюс добавить туда свой айдишник. И чем больше вы комментариев напишите, тем больше шанс выиграть. Потому что я буду определять победителя на сайте. Туда скидывайте ссылку на видос и в комментариях определяет победителя. Я увижу, кто победитель и скину сообщество пост, кто выиграл у меня этот карбончик. Итак, начнем мы с предыстории этого интересного явления, которое происходило еще в 2018 году. Сначала я им не хочу спойлерить, то есть будет все замазано и потом я вам все покажу. Так вот, сидел я и играл с друзьями, как всегда, в стенд-офф, потому что давно я только этим и занимался. После я начал знакомиться со всякими ютуберами, нормальными адекватными игроками. Мы общались и они мне скидывали скрины, типа у них на рынке появлялся дигл кэп. Десерт кэп, вроде так. Были такие моменты, когда заходишь на рынок, нажимаешь на дигл Морган и там появлялись какие-то неизвестные другие диглы под названием Десерт кэп. Вроде это было в 2019 начале, либо в конце 2018, то есть примерно в такое время. Но недавно мне скинул подписчик вот эту фотографию с компьютера. Сначала я подумал, что это фотошоп, но потом вспомнил старые добрые времена, когда этот дигл реально появлялся. И сейчас я понимаю, что это не фотошоп. Вот он, ребятушки, Десерт Игл Кэп Морган. 20 июля или июня 2018 год. Это лето. Это никак не относится к истории покупок либо продаж. Просто этот дигл мог появиться в любом моменте. То есть он может появиться либо между Десерт диглами Морган. То есть вы просто листаете Морган и внезапно вот такой вот скин может появиться. Это не рофл. Дигл, это правда, такое реально было. Мне незачем придумывать, потому что я это реально помню. Я это видел своими глазами один раз. И когда вы на него нажимаете, просто черный экран. То есть нельзя было посмотреть, а смотреть этот скин нельзя было никак. У меня есть предположение, что этот дигл был изначально вместо Моргана. То есть просто был, ну сейчас у нас есть просто дигл Морган, а это Кэп Морган. Это возможно какой-то другой. Дигл Морган, либо какая-то новая версия, либо V2. Ну то есть точно сказать не могу, но я попытаюсь выяснить. У колоразработчиков хотя бы спросить у Джампера того же самого, потому что не знаю, кого я еще буду спрашивать. Кроме него он почти все знает. Вам не советую у него что-то спрашивать, потому что как бы вообще сливать инфу не разрешено. И мне он естественно сливать ее не будет. Но про дигл Кэп Морган инфы у меня нет вообще. И мне было бы очень интересно спросить у него. Надеюсь, это не секретная информация. Потому что на то время, когда форсили это все, я так и не понял и не узнал, откуда этот мог дигл появиться. Потому что тогда я еще не общался с Джампером так близко, чтобы что-то у него вообще спрашивать. Либо как-то вообще с ним разговаривать. Но пока мы не спросили у Джампера, что это за дигл, у меня есть свои варианты. Кэп Морган это возможно скин из Намалос коллекции. Но его не добавили из-за того, что кто-то просто слил, либо продал его на рынок. Помните тот видос у меня на старом канале на Владгеймере, когда я снимал про коллаж спорт в 2? Я снимал про него видос, про коллаж минус 28 точнее. Его кто-то выставил на рынок, и из-за этого разработчики отказались его выпускать. Почему-то. То есть, вроде они уже его сделали, все подготовили, но какой-то из околоразработчиков выставил его на рынок, возможно по ошибке, и из-за этого его не добавили. То есть, сейчас может быть такая же ситуация. Кэп Морган случайно, возможно кто-то выставил, и из-за этого он не попал в коллекцию, либо его вообще не выставили. То есть, из кейса убрали. Я не знаю вообще, где он находится сейчас, этот Кэп Морган. Но самое интересное, что он появляется иногда на рынке. Возможно, это уже исправили, но в 2018-2019 он реально появлялся. И есть куча скринов. На самом деле не куча скринов, потому что их найти невозможно, это было 2 года назад. Но, ребятушки, слава богу, есть видосик на ютубе. И в нем я увидел вот такой вот скриншот. Статтрек, Диггл, Эйч, или Десерт Диггл, ой, господи. Десерт Эглэ, Кэп Морган. То есть, Кэп Морган, Статтрек. Ребят, это жесть. Это очень интересная тема. И я бы очень сильно хотел узнать ответ. Но я уверен, что Джампер не ответит, потому что он, как всегда, отвечает вот так вот, смотрите. Если я расскажу что-то, то это будет слив информации. Пока, Владик. Ну, то есть, он может говорить то, что только можно. Но вот я уверен, что про скины ему абсолютно запрещено рассказывать. Когда я спрашивал про Керамбит Антиэнд, он сказал, что он не может ответить на такие вопросы. И когда я спросил, это слив обновы или нет, он тоже не мог ответить на этот вопрос. Потому что, если он ответит на этот вопрос, это уже будет слив инфы. Так, короче, у меня есть идея. Смотрите. Кто найдет полностью всю информацию от А до Я про этот скин? Почему он появлялся на рынке? Почему его убрали? Почему называется Кэп Морган? Почему Статтрек? Почему он вместе с ножом на рынке? Если вы узнаете происхождение скина от А до Я, полностью всю информацию про этот скин с доказательствами. Если у вас это все будет, с меня 500 голды. Да, очень мало, но, возможно, кто-то из вас умеет хорошо искать информацию, но у него нет голды. И вот такая вот возможность заработать 500 голды. Скинете мне в ЛС всю инфу, ВК и 500 голды ваши. Но, главное, не фейк инфу. Если я пойму, что это фейк инфа, то вы не получаете голду. Вы получаете ЧС, черный список, когда вы больше не сможете вообще мне писать. То есть, думайте, что вы делаете. Вообще, это реально странно. Как может скин, статрековский, быть в ноже? Нож вообще не может быть статрековским. Это J-команда Флорал. А здесь скин, статрек, Диггл, Эйдж, Кэп, Морган. За 100 голды кто-то выставил. Тогда Диггл Морган стоил 19 голды. Его бы никто не выставлял за 100. Так что это не может быть обычный Диггл Морган. Не может быть, что это просто какой-то баг. Это какая-то пасхалочка. Возможно, в будущем что-то нам расскажут разработчики. Что-то покажут интересное новое. Возможно, этот Диггл это самый красивый Диггл в игре. Но мы о нем ничего не знаем. Фух, это будет сложно вообще узнать о нем какую-то информацию. Потому что, я думаю, Джампер все-таки не расскажет. Но это скин все-таки. Или секретное оружие. И мы о нем ничего не узнаем. Так что, приятных поисков информации. Всем спасибо за просмотр. Это был Диггл Статрек Кэп Морган. Удачи! Диггл Статрек Кэп Морган. Диггл Статрек Кэп Морган. Диггл Статрек Кэп Морган. Диггл Статрек Кэп Морган.